Здравствуйте, друзья! Посмотрите на это. Мы получили первое в истории биткоина подтверждение золотого креста на недельном графике. Такого не случалось никогда. Что же это означает? Это означает, что 200-недельная скользящая, то есть вот эта зеленая линия, будет пересечена 50-недельной скользящей, вот этой желтой, где-то в первые 7 дней января 2024 года. У нас никогда не было такого на недельном графике биткоина. И хотя все от этого в восторге, как по мне, это не имеет особого исторического значения. Кроме того, если мы присмотримся, то заметим вот этот крест смерти вот здесь. Его все характеризовали как очень плохой знак, но цена биткоина после этого хоть и упала, но сразу же выросла. Но что интересно, это дата, когда это случится. Я провел свой анализ и ожидаю, что этот золотой крест может случиться 8 января 2024 года. В этом видео мы говорили о том, что биткоин должен по аналогии с прошлыми циклами стремиться к уровню 0.78 по Fibonacci. Это около 48 тысяч долларов. Что ж, он действительно к нему стремится. И даже достигал 39 тысяч долларов, что для многих кажется просто безумием. Но окончательной целью все-таки должен стать этот уровень. На месячном графике капитализации альткоинов, без учета капитализации биткоина, мы тоже видим золотой крест. За всю историю альткоинов такое случалось только дважды, в 2016 году и 2020. Тогда это закончилось вот этим ростом и вот этим ростом. Повторится ли это сейчас? Вполне возможно. Давай поговорим и о других хороших новостях. Доходности биткоина помесячно и по годам. Этот год уже почти заканчивается и уже можно с уверенностью сказать, что он оказался самым прибыльным для биткоина за последние 4 года. Практически 134% с начала года. Лучшим за последние 8 лет был только 2020, когда ФРС США и другие центральные банки печатали деньги в разгар коронавируса. Биткоин-индикатор Nupo, который отображает нереализованные убытки или прибыли. И здесь мы можем увидеть, что количество бумажной прибыли, то есть прибыли, которую инвесторы еще не реализовали, иными словами, не продали биткоин, чтобы зафиксировать прибыль, в течение 2023 года значительно выросло. Такие темпы роста можно было отметить, например, в 2019 году или 2021. Но что самое удивительное, мы даже не подошли к фазе бычьего роста. Этот индикатор уже такой высокий, просто невероятно. Для справки, исторический был ран биткоина начинался тогда, когда этот индикатор входил на территорию веры. Вот этот вот оранжевый прямоугольник. Сейчас же мы находимся в светло-оранжевом диапазоне оптимизма. Это означает, что даже сегодняшние инвесторы в биткоин все еще считаются ранними. В этом году все движется быстрее и выше, и во многом благодаря ожиданиям спотовых биткоин-ИТФов. Кроме этого, практически 71% монет биткоина не двигались уже более года, что также является совершенной фантастикой. Но только это реальность. Фактически на рынке существует только 29% монет, и если сюда придут большие деньги и спрос, то конкуренция за эти монеты спровоцирует просто изумительный рост биткоина. Также принятие биткоина неуклонно растет, что видно на этом графике. Этот график показывает нам постоянное увеличение сетевой активности. При этом долгосрочные держатели сохраняют свои монеты, что существенно ограничивает предложение биткоина. Люди просто не хотят продавать, простыми словами. Мы видим не только значительный рост числа адресов, но также замечаем, как 60-дневная скользящая, вот эта вот сиреневая линия, поднимается выше годовой скользящей средней, вот этой синей линии. И эта тенденция снова подчеркивает растущую вовлеченность пользователей в сеть биткоина. Помнишь закон Металкафа? Ценность сети пропорциональна квадрату числа пользователей в этой сети. Мы видим рост пользователей, вот он. А это значит, что и ценность сети растет. Далее глобальная ликвидность. Очень важная тема для биткоина. Хотя в 2023 году интерес к биткоину заметно вырос, уровень ликвидности не достиг предыдущих пиков. Однако ликвидность, как ты видишь, все равно растет. Давай разберемся, как ликвидность связана с рынками, ФРС США, денежной массой, процентными ставками, рынком облигаций и людьми, которые ищут альтернативу облигациям. Этот график очень важен для биткоина, потому что он отражает объем ликвидности, которая вливается в мировую финансовую систему крупнейшими центральными банками. Исторически сложилось так, что крупные бычьи рынки биткоина начинались только после того, как ликвидность достигала новых пиков и при этом демонстрировала устойчивый восходящий тренд. Пока что этого не случилось, но как только мы пробьем 100 триллионов долларов, настоящий булран начнется. В США наблюдается резкий рост ликвидности. Вот он, посмотри, какой скачок. Когда ликвидность растет, когда правительство США накачивает рынок ликвидностью, это означает, например, то, что есть какая-то проблема с рынками или экономикой, которую нужно решить. Например, с помощью заливания ликвидности. Так что, по мнению евро-доллар-юниверсити, это может быть предупреждающим знаком. Но опять же, по мере притока ликвидности биткоин растет. Такова закономерность и природа всех рисковых активов. Здесь я хочу показать еще и этот график, тоже очень интересный. Из обратного репо только за сегодня вывели 110 миллиардов долларов. Что это значит? Те, кто ранее владел ценными бумагами, которые ФРС продавала в рамках количественного ужесточения, выводя ликвидность из экономики, теперь возвращают их обратно в ФРС США. Вместо этого либо покупая другие государственные ценные бумаги, либо получая наличные деньги. То есть возвращают ликвидность обратно в экономику и систему. Конечно, второй вариант с получением наличных денег является менее вероятным из двух вариантов. Но даже если кто-то из них и получает деньги, это все равно хорошо отражается на рынках, которые получают вливание этих денег. За ноябрь было напечатано 5 миллиардов долларов в стейблкоине USDT в сетях Трона и Эфириума. Это тоже ликвидность для рынка, что отразилось на его росте. Но здесь есть кое-что интересное. Давай поразмыслим о судьбе этих 5 миллиардов тезеров. Просто сравни. Открытый интерес фьючерсов на биткоин и напечатанные USDT за ноябрь. Да, это просто совпадение, что внезапный всплеск открытого интереса биткоин-бумаг с кредитным плечом, что и является фьючерсами, по размеру почти идентичен количеству напечатанных тезеров. Сценарий этих маркетмейкеров может быть следующим, но это не точно. Первый. Печать USDT. Второй. Одалживание тезера USDT криптовалютным хедж-фондам или проп-трейдерам. Третье. Использование кредитного плеча, чтобы запампить цену. Четвертое. Устроить дамп. И пятое. Повторить все сначала. И так продолжать до посинения. Вот все спрашивают, когда же будет эта крупная коррекция, о которой все говорят. Вот когда мы дойдем до четвертого пункта, тогда и будет. Далее я хочу поговорить про US Treasuries, казначейские облигации США. Здесь очень забавная история. Стейблкоины являются 16-м по размеру держателем американских казначейских облигаций. Сразу же после Сингапура и перед Норвегией. Поскольку спрос на стейблкоины растет, они скоро станут слишком большими для того, чтобы правительство США позволило им обрушиться. На графике стейблкоины это маленький оранжевый блок. Они являются одним из крупнейших покупателей казначейских облигаций США. Для меня это просто какая-то ирония. Правительство США выступает против криптовалют, а тем временем доллар США поддерживается криптовалютами. Если тебе кажется это смешным, поставь лайк. Посмотрим, сколько нас таких. А теперь еще одна хорошая новость. Билл Акман. Вчера я показывал тебе этот видеоролик. Акман это американский управляющий инвестиционным фондом. Он также является филантропом, основал Pershing Capital и вообще знает свое дело. Но сейчас он говорит, что ФРС США снизит ставки в первом квартале 2024, где-то в марте месяце. И если ФРС этого не сделает, по его словам, в экономике что-то окончательно сломается. Я думаю, что они будут снижать ставки. И я думаю, что они снизят ставки раньше, чем люди ожидают. Существует достаточно большой риск жесткой посадки, если ФРС США не станет снижать ставки. Но кроме того, есть и другие приятные новости. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 50-дневной скользящей и даже 100-дневной скользящей. Обычно 50-дневная скользящая, вот эта синяя линия, служит хорошей поддержкой для облигаций. Как ты видишь, мы всегда от нее отскакивали. Но не на этот раз. На этот раз доходность облигаций пробила ее и сразу же понеслась вниз. И ушла уже даже ниже 100-дневной скользящей. Чего не случалось с марта 2023 года. И на этот раз для этого не понадобился банковский кризис, как в марте. Следующая остановка, я полагаю, это вот эта желтая скользящая. Это говорит нам о том, что никому не нужны казначейские облигации США. И причина заключается в том, что правительство США с июня 2023 года нарастило долг на 2,4 триллиона долларов. Если я не ошибаюсь, этой кучи денег хватит, чтобы заполнить целую кучу футбольных стадионов 100-долларовыми купюрами. Невозможно даже осознать, сколько это денег и как сильно это обесценивает реальную покупательную способность. По сути, они добавили 6% к реальной денежной массе за 5 месяцев. Что в конечном итоге означает снижение покупательной способности на 6% всего лишь за 20 недель. Это абсолютное безумие. Но обесценивание доллара США оборачивается радужными перспективами для биткоина. Баланс программы срочного финансирования Федеральной резервной системы достиг рекордного уровня. И как мы видим, он далеко от погашения банками. Даже очень далеко, особенно со времен коллапса Silicon Valley Bank. Это значит, что банки увеличивают заимствование у правительства для снижения рисков банкротства и коллапса. Что вызывает серьезные вопросы о проблемах с ликвидностью банков. Четыре банка сейчас не могут вернуть ликвидность, взятую в долг. Это BNB, Paribas, Citigroup, Royal Bank of Canada и Wells Fargo. Не маленькие же банки, не так ли? Возможно, именно поэтому правительство США и накачивает рынок ликвидностью. Они видят проблемы в банковской системе. Банки сейчас разбиты и правительство США все еще финансирует их. И возможно, благодаря в том числе этому биткоин растет. Несколько дней назад нам дали обновление по росту ВВП США. Реальный ВВП вырос на 5,2%. В третьем квартале этого года. Но если кто-то занимается реальным бизнесом в США, он заметит, что его бизнес не растет. Но все дело в том, что это все государственные рабочие места. Это государственные расходы. И эта ликвидность, перетекающая в систему, подчиняется закону Кантильона. Простыми словами, деньги получают те, кто находится ближе всего к печатному станку. Если ты находишься далеко от него, навряд ли до тебя что-либо дойдет. И в этом вся печаль. Так что, хотя может показаться, что ВВП США растет, но в итоге ты, как владелец бизнеса, все равно ничего не получишь. Это реальность. Кроме того, облигации чертовски медвежьи. Смотри, как они повторяют движение акций в 2008 и пузыря даткомов в 2000-х. Теперь это казначейские облигации, которые переживает серьезный медвежий рынок. И то, что правительство занимает больше, чем ожидалось, аж целых 2,4 триллиона долларов за 20 недель, увеличивает предложение казначейских облигаций, снижая их стоимость. Одновременно с этим ФРС США все время продает свои облигации, увеличивая и так уже избыточные предложения их на рынке. И как заявляет Goldman Sachs, спрос также значительно снизился по сравнению с тем, каким он был 6 месяцев назад. Инвесторы больше склонны покупать 6-месячные облигации с доходностью более 5%. И никто из них не трогает долгосрочные облигации, доходность которых составляет 4,7%. Так что наступили действительно сумасшедшие времена. Те времена, когда инвесторы могут начать искать альтернативу самому безопасному способу инвестировать. Альтернативу облигациям. Теперь я хочу поговорить про традиционные компании. Дисней, Вашингтон Пост, Волмарт, Парамоунт, Эппл, Марвел, Сони и множество других компаний отказались быть рекламодателями на площадке Твиттер. О чем Илон Маски высказался в недавнем интервью. Он буквально таки взорвался. Послушай. Давайте устроим извинительный тур, если хотите, проведенный в онлайне. Мы бы с рекламодателями обсудили бы всю эту критику. Не рекламируйтесь. Вы не хотите, чтобы они рекламировались? Нет. Что вы имеете в виду? Если кто-то пытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, идите просто в лес. Это понятно? Надеюсь, что да. После интервью Илона Маска поисковый интерес к запросам отменить подписки на Disney Plus и Hulu вырос на 120%. В опросе 90 тысяч человек 68,5% заявили, что откажутся от подписок на эти сервисы. Стоит вспомнить, что Disney уже сообщала о потере 11,7 миллионов подписчиков в Disney Plus. Будет интересно посмотреть, окажет ли интервью Маска существенное влияние на результаты их прибыли в четвертом квартале. Может ли Disney сделать что-нибудь, чтобы вернуть этих зрителей? Посмотрим. Но в любом случае, очень многие люди уже готовы объявлять бойкоты этим компаниям, и поэтому мы можем ожидать краткосрочные временные просадки их акций. Новости про NVIDIA связаны с макроэкономикой и глобальной конкуренцией. Мы увидели, что США впервые за долгое время держатся за руки с Китаем после очень антагонистических отношений. Но теперь генеральный директор NVIDIA господин Хуанг считает, что американским производителям чипов еще как минимум 10 лет до того, как они станут независимы от китайских цепочек поставок. Это очень серьезное предупреждение, поэтому США действительно необходимо сотрудничать с Китаем, если они хотят продолжать производить чипы в будущем. Так что, повторюсь, все взаимосвязано. Далее поговорим про экономику, которая находится не в лучшем состоянии. И если Ферра США не хочет что-то сломать, ей стоит подумать про снижение ставки. Это графики трат различными возрастными группами. И как видно из этого графика, только одна группа увеличивает свои траты. Это люди в возрасте 65 лет и старше. Все остальные сильно затягивают пояса и прячут кошельки подальше. Можно увидеть, что траты групп от 25 до 34 лет почти достигли многократного 20-летнего минимума, что просто поражает воображение. В октябре расходы выросли всего на 0,2% по сравнению с ростом на 0,7% в сентябре. И это выглядит еще хуже, если учесть, что с октября начинается сезон растрат. День благодарения, Рождество, люди должны тратить много денег, но они этого не делают. А если и делают, то только те, кто постарше, и то в кредит с программой «Купи сейчас, плати позже». Это признак того, что на самом деле с экономикой все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд. И еще одна печальная новость. Поколения Z и миллениалы, да впрочем и другие поколения тоже, начинают допускать просрочки по кредитам. Посмотри, просрочки растут вообще у всех поколений, но у младших просрочки растут быстрее всего. И это также отражается на снижении расходов, потому что теперь они понимают, что они не могут больше все записывать на кредитку, потому что исчерпали свой кредит. А теперь на них давят высокие процентные ставки. По многим кредитным картам в США приходится платить 29% от суммы долга, что просто и смешно, и грустно одновременно. Для тех из вас, кто возможно интересуется энергетическими ETF, такими как XLE, этот график будет полезен. Здесь мы видим, что акции нефтяных компаний пока продолжают опережать акции компаний, связанных с чистыми источниками энергии. Но я думаю, что ситуация скоро изменится, и мы увидим разворот. И на самом деле намеки на него даже на графике уже есть. Даже несмотря на то, что американские компании, работающие в сфере чистой энергии, сейчас испытывают трудности. Так же, как и китайские. Крупнейшие китайские производители солнечных и ветряных турбин сообщили о падении прибыли. А еще у Сименса в Германии возникли проблемы. Есть еще датская компания Орстед, занимающаяся разработкой ветрогенераторов. И она борется за восстановление после убытков 4 миллиарда долларов, возникшего из-за двух заброшенных ветряных проектов в США. Таким образом, энергетический бизнес страдает. Но это может открыть новые возможности. Поэтому я бы начал обращать внимание на эту сферу. Мы же любим заходить тогда, когда все плохо, все упало, все боятся. Вот он, такой шанс. Зато цены и давления на рынке жилья вернулись к относительному нормальному уровню. И индекс потребительских цен быстро снижается, поскольку официальные данные догоняют реальные. Здесь мы видим 4 графика. Индекс арендной платы для новых арендаторов – это зеленый график. Желтый график – это арендная плата за первичное жилье. Красный график – это индекс арендной платы на сайте Зилов. И светло-фиолетовый график – это индекс арендной платы на сайте Апартмент Лист. И мы видим, что светло-фиолетовый график упал ниже нуля. Как это возможно? А так, что мы сейчас с тобой смотрим на то, что называют дефляцией. Но даже несмотря на это, по данным Национальной ассоциации реалтеров США, доступность жилья находится на рекордно низком уровне. То же самое происходит в Великобритании, в Германии, в Австралии, да и во всем мире, скорее всего, то же самое. И это губит молодых людей, которые пытаются приобрести свой первый дом. Так что будем надеяться, что скоро здесь что-то изменится. Но цены на жилье падают не так сильно, как люди ожидают. И на самом деле на некоторых рынках они даже растут. Потому что на рынке мало предложения, а процентные ставки высоки. Вот еще одна причина, почему ФРС США должна их снизить. И последнее на сегодня. Блумберг сообщает, что мир рискует скатиться в новую глобальную войну. Посмотри вот на этот график. Очень интересная информация. Ну и очень грустная. Это экономические последствия войны. И, к сожалению, по данным Блумберга, мы приблизились к уровням Второй мировой войны. Экономические последствия войны просто ужасные. Я думаю, что мир должен проснуться и, наконец-таки, поумнеть. Мы должны стать лучше. Эволюционировать, в конце концов. Поэтому я надеюсь, что победят более умные умы. На этом все. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк. А мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok